Два выдающихся человека повели борьбу за первенство во владении невидимой природной силой. Делом всей их жизни стало создание и внедрение нового вида искусственного освещения. Гонка за контролем и распределением электрической энергии превратилась в настоящую войну между Томасом Алвой Эдисоном и Джорджем Вестингаузом. Изобретения Эдисона и Вестингауза навсегда изменили жизнь на Земле. Секретная миссия. Электрическая война. Живописный Ниагарский водопад на границе США и Канады является еще и мощным источником электроэнергии. 120 лет назад гидравлические турбины и генераторы начали выработку электрической энергии. Электростанция обуздала свирепую мощь водной стихии. Но энергия, произведенная генераторами, могла служить только жителям ближайшего района. В то время еще не придумали способ передачи электроэнергии на дальние расстояния. Весной 1890 года специальная комиссия объявила награду в 56 тысяч фунтов тому, кто справится с этой задачей. На вызов откликнулись именитые изобретатели той поры, в том числе Томас Алва Эдисон и его главный соперник, промышленный магнат Джордж Вестингауз. Тот, кто сумел бы направить выработанную электростанцию энергии дальше штата Нью-Йорк, получил бы не только деньги, но и первенство в создании электрических технологий. Началась так называемая электрическая война. Двенадцатью годами ранее в своей Нью-Йоркской лаборатории в Мэнло-парк Томас Эдисон работал над созданием дерзкого проекта. Эдисон мечтал сделать мир ярче и провести электричество в каждый дом на Земле. День и ночь, отводя на сон не более 4-5 часов в сутки, изобретатель и его помощники трудились в обстановке строжайшей секретности. Томас Эдисон родился в бедной семье. Мальчишкой он зарабатывал деньги, разнося газеты. Учился он неохотно, но очень любил экспериментировать с техническими новинками тех лет. До ухода из родительского дома он досконально изучил принцип действия первого телеграфного устройства. В 1869 году Эдисон уехал попытать счастье в Нью-Йорк. Бешеный темп жизни финансового центра Америки заставлял дорого оценивать срочную информацию, передаваемую телеграфом по всей стране. Транспортные тарифы в Сан-Франциско, стоимость мяса в Чикаго, цены на сталь в Питтсбурге. Вся информация стекалась в Нью-Йорк. Эдисон устроился на работу в компанию Lost Gold Indicator, обслуживающую телеграфный аппарат на фондовой бирже. Однажды телеграф сломался, и Эдисон понял, что настал его час. Он не только починил аппарат, но и внес изменения, усовершенствовавшие работу машины. Директор фирмы был так потрясен, что наградил не менее растерянного изобретателя чеком на 40 тысяч долларов. Начальный капитал помог Эдисону открыть свою первую лабораторию в городке Мэнло Парк. Рассказывает Пол Израэл, автор книги об Эдисоне. На мой взгляд, Мэнло Парк занимает в жизни Эдисона значительное место. Он проработал там целых пять лет. Своё дело он открыл в 1876 году и основал первую исследовательскую лабораторию, аналогов которой до тех пор не было нигде. Цель заключалась в создании новых технологий. В письме другу Эдисон сообщал, что каждые шесть месяцев я буду получать одно изобретение, каждые 10 дней новую разработку. Под его началом трудилось множество изобретателей. Мэнло Парк – первая промышленная исследовательская лаборатория. Эдисон и представить себе не мог, что изобретательский интерес к электричеству приведет к ожесточенной войне с могущественным противником. Джордж Вестингаус построил свою промышленную империю в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Его компания производила тормоза, стрелочные приводы и электрические семафоры для железнодорожной промышленности. Вестингаус и Эдисон были почти ровесниками. Так же, как и Эдисон, в детстве Джордж не любил посещать школу, предпочитая работать руками в жестяной мастерской отца. Мальчику нравились разнообразные механизмы. В юном возрасте он, подобно Эдисону, тоже создал множество полезных изобретений. Лучший из них появился после катастрофы, свидетелем которой Джордж стал в 1866 году. Вестингаус с ужасом видел, как два поезда неслись один навстречу другому по одному и тому же железнодорожному пути. Кондукторы отчаянно пытались замедлить движение составов, но тормоза каждого вагона и платформы приводились в действие по отдельности. Кондукторы бежали по вагонам по очереди, опуская тормозные рычаги, но это заняло слишком много времени. Столкновение было неизбежным. Вестингаус понял, что если тормоза всех вагонов объединить в единую систему, то для остановки поезда кондуктору достаточно будет нажать на один главный рычаг. Он начал работать над созданием тормозной системы, приводимой в действие сжатым воздухом. Изобретение имело колоссальный успех. Свой первый завод Вестингаус построил в Питтсбурге, затем в Англии, Франции и Германии. Имя Вестингауса стало известно во всем мире. Эдисон тоже прославился, когда был молодым. Его величайшее изобретение, фонограф, использовался во всем мире. Но Эдисон мечтал о покорении грандиозных вершин. Вдохновляемый американской мечтой Эдисон и Вестингаус рано познали успех и стали знаменитыми. Но электрическая война обессмертила ими одного и предала забвению другого. Конец первой части. Секретная миссия. Электрическая война. Часть вторая. В 80-х годах 19 века имена Эдисона и Вестингауза гремели по всему миру. Но их прославили изобретения не в области электричества. В течение многих лет улицы и дома в крупных городах мира освещались газом. Но газ – взрывоопасное вещество. При сгорании газа на стенах оседает копоть и болит голова от нехватки кислорода. Электрическое освещение могло бы избавить людей от этих неудобств. Но высокая стоимость электрического оборудования и боязнь нового сдерживали притворение в жизнь подобных идей. Того, кто сумел бы разрешить эту дилемму, ожидал грандиозный успех. В своей коннектикатурской лаборатории Эдисон уже создавал новый способ освещения с помощью дуговой лампы. Во время работы лампа издавала шипение и дымилась. Она совершенно не годилась для освещения замкнутого пространства. Если бы появилась возможность безопасной выработки электроэнергии и контроля над ее распределением, выгода была бы несомненной. В наши дни электрическая энергия является ценным товаром, и энергетические компании-поставщики считаются богатейшими предприятиями в мире. Теперь электроэнергия продается и на биржах. Дилеры и брокеры мгновенно реагируют на конъюнктуру мирового рынка и продают огромные объемы электроэнергии. В основе этого вида бизнеса находится система распределения. Электричество может быть передано через всю Европу на многие тысячи километров. Система распределения ГИБКА и позволяет следить за всеми происходящими изменениями в единой схеме энергоснабжения. Как правило, европейские электростанции выдают всего 60% от их полной мощности. Если одна электростанция прекращает подачу энергии, то другие станции восполняют недопоставку электроэнергии, увеличивая свои мощности. Электроснабжение Европы обеспечивает и контролирует два распределительных центра. Один в Браунвайлере, в Германии, другой в Лаутенбурге, в Швейцарии. Энергетическая система в Браунвайлере распределяет электроэнергию по всей Германии, а также направляет ее в некоторые другие районы Европы. Такая энергетическая сеть способна выдержать напряжение до 380 тысяч вольт. 120 лет назад о подобных технологиях можно было только мечтать. У себя в Мэнло-парке Эдисон испытал первые электрические лампочки. Сначала они светились всего несколько секунд. Металлическая нить сгорала из-за чрезмерно высокой температуры. Эдисон предпочитал практику, не особенно доверяя теории. Он пробовал все и учился на своих ошибках. В результате ряда опытов он обнаружил, что уголь, имеющий большую сопротивляемость току, дает свечение и сгорает только при температуре в 2100 градусов по Цельсию. Российский ученый Александр Ладыгин запатентовал первую лампочку накаливания в 1874 году. Эдисон решил усовершенствовать лампу. Металлическую нить заменили тончайшим угольным стержнем. В Германии был куплен специальный насос, с помощью которого внутри стеклянной колбы создавался почти полный вакуум. Паровые генераторы и динамо-машина, установленные в подвале под лабораторией Мэнло-парк, вырабатывали ток, необходимый для экспериментов. Наконец, через несколько месяцев испытаний, к команде пришел успех. Лампочка с угольным элементом светилась 13 часов. Новый рекорд. В 1880 году Эдисон получил патент на угольную лампу накаливания. Создание лампы обошлось Эдисону в 190 тысяч долларов. Эдисон отчаянно нуждался в деньгах. Он задумал усовершенствовать всю систему электропитания, в том числе провода, предохранители, генераторы и переключатели. Финансовые покровители Эдисона отнеслись скептически к этой затее. Они вложили в работу Эдисона достаточно средств и не дождались компенсации затрат. Эдисон решил продолжать исследование самостоятельно. Эдисон переехал в Нью-Йорк и купил земельный участок в самом центре деловой активности в южной части Манхэттена. На улице Пёрл-стрит Эдисон построил небольшую электростанцию. Вскоре клиентами Эдисона стали банк Дж.П. Моргана, Нью-Йорк Таймс и крупные биржевики. Станция Эдисона работала на постоянном токе. Один генератор создавал напряжение в 110 вольт, что было достаточно для передачи электроэнергии на расстояние в пределах нескольких сотен метров. Для того, чтобы снабдить электричеством весь Нью-Йорк, пришлось бы построить аналогичные станции в каждом квартале. Отныне яркий и мягкий свет электрических лампочек заливал помещения офисов, танцплощадок и конструкторских бюро. Некоторые богатые нью-йоркцы устанавливали электрогенераторы даже в своих домах. Электрический свет сулил крупные барыши. Тем временем Джордж Вестингаус совершал длительную поездку вдоль восточного побережья Соединенных Штатов. Там его застала весть об успехе компании General Electric, принадлежавшей Эдисону. Электричество быстро внедрялось по всей стране, а газовые компании, принадлежавшие Вестингаусу, теряли доходы. Вестингаус решил сделать инвестиции в область, имевшую прибыльное будущее, электрическую энергию. Вестингаус обнаружил недостатки в Эдисоновском постоянном токе. Он понимал важность переменного тока и немедленно скупил фирмы и патенты, имеющие отношение к исследованиям перспективной темы. Переменный ток меняет направление со скоростью 60 циклов в секунду. При помощи трансформатора напряжение может быть повышено или понижено с минимальными потерями. Таким образом становится возможной передачей электричества на большие расстояния. Постоянный ток напротив течет только в одном направлении и с увеличением расстояния возрастает сопротивление. В марте 1886 года водяная мельница в Грей Беррингтон, штат Массачусет, стала местом проведения эксперимента, который произвел революцию в электричестве. Впервые мельницу использовали как турбину для раскрутки генератора переменного тока. Затем при помощи трансформатора повысили напряжение и передали электроэнергию на расстояние более километра в ближайший городок, чтобы зажечь фонари на одной из улиц. Опыт увенчался грандиозным успехом. Спустя четыре года после эксперимента в Грейт-Беррингтоне электросхемы и электросистемы, работавшие на переменном токе, широко распространились по всей стране. Росли города, развивались пригородные районы, и чтобы провести освещение в эти области, отныне не надо было ставить электростанции в каждом квартале. Достаточно было провести одну линию электропередачи и подключить к ней потребителей. Электричество стало доступно для большинства людей. Эдисоновская схема электроснабжения таковой не являлась. Из этого здания в Питтсбурге Джордж Вестингауз управлял своей империей, состоявшей из 29 компаний. Коммерческая служба Вестингауза работала круглосуточно и за два года продала 130 электростанций переменного тока. Новая система электроснабжения оказалась намного экономичнее генераторов постоянного тока Эдисона. Одна станция переменного тока могла обеспечить электричеством огромный район. Разгневанный Эдисон обвинил соперников в незаконном применении патента. Началась электрическая война, сражение за обширные рынки сбыта. В Нью-Йорке произошло несколько странных событий, связанных с электростанцией Эдисона, расположенной на Пёрл-стрит. Оказавшись вблизи электростанции, собаки выли, а лошади становились неуправляемыми. Неужели причиной беспокойства животных оказались провода, проложенные под землей? Эдисон развернул широкую рекламную кампанию, чтобы доказать безопасность постоянного тока. 400 человек с горящими лампочками, которые были ввинчены в шлемы, прошли маршем по улицам Нью-Йорка. От лампочек отходили провода, присоединенные к генераторам, которые несли с собой участники шоу. Эдисон пытался убедить людей не бояться электричества. Изобретатель собирался подключить всю Америку к источникам постоянного тока. В июне 1884 года в Америку приехал молодой серб. Ему было суждено сыграть значительную роль в электрической войне. В кармане его пиджака было всего 4 цента и рекомендательное письмо на имя Томаса Эдисона. На этой планете всего два гения, писал Эдисону директор его парижской лаборатории. Один из них вы, а другой находится сейчас перед вами. Его имя Никола Тесла. Тесла работал в парижской компании Эдисона телеграфистом. Однажды он придумал электрическую схему для переменного тока, но никто не заинтересовался разработкой. Теперь он приехал в Америку в надежде, что Эдисон, величайший изобретатель века, по достоинству оценит его дарование. Прочитав письмо, Эдисон принял молодого человека на работу. Но вскоре стало очевидным, что они не могут трудиться вместе. Тесла учился в лучших европейских университетах. Во время учебы он не раз повергал в изумление заслуженных профессоров своими глубокими знаниями и интуицией. Целеустремленный и талантливый, он решил посвятить свою жизнь электричеству. Тесла разрабатывал изобретения в уме, а Эдисон требовал подтверждать каждую схему документально. Тесла хранил результаты опытов в памяти, записывая только самое необходимое. Вскоре Эдисона утомил подобный стиль работы молодого гения. Однажды Тесла получил задание улучшить динамо-машину, сделав ее более эффективной и менее дорогой. В случае успеха Эдисон пообещал Тесле вознаграждение в 50 тысяч долларов. Молодой ученый Рьяно принялся за работу. Через год он представил Эдисону два десятка усовершенствованных динамо-машин, рассказывает внучатый племянник Теслы. Тесла был не настолько наивен, чтобы не знать о высокой стоимости его изобретательских идей. Когда Эдисон предложил ему улучшить динамо постоянного тока, то пообещал в случае успеха выплатить вознаграждение в размере ни много, ни мало 50 тысяч долларов. У Теслы появилась отличная возможность продемонстрировать свое мастерство. Он упорно работал в течение многих месяцев. Теслу и Эдисона, при всем их отличии друг от друга, объединяла одна черта. Они оба были трудоголиками. Завершив работу по усовершенствованию динамо-машины, Тесла отправился к Эдисону и поинтересовался, когда будут выплачены обещанные 50 тысяч долларов. По слухам, Эдисон ответил, «Господин Тесла, к сожалению, вы просто не поняли американского юмора». Вместо обещанного вознаграждения Эдисон предложит Тесле прибавку к недельному жалованию в размере 10 долларов. Никола Тесла негодовал. Он счел поведение Эдисона бесчестным, а предложение оскорбительным, и тут же уволился из «Женерал Электрик». Эдисон неосмотрительно расстался с гениальным ученым, так и не узнав о его перспективных идеях. Но Тесла еще заявит о себе, сыграв важную роль в соперничестве за строительство огромной Ниагарской электростанции. В наше время появились новые проекты возведения мощных электростанций в различных уголках земного шара. На юге Испании, неподалеку от города Америя, расположена электростанция, работающая от солнечной энергии. Многочисленные зеркала автоматически поворачиваются вслед за Солнцем и отражают его лучи на башню. Водяной резервуар на самом верху башни нагревается, преобразуя часть воды в пар. Затем энергия пара приводит по вращению подвижной части обычного электрогенератора. В пустыне Мохаве на юге Калифорнии другая электростанция используют зеркальные параболические панели для нагревания резервуаров с маслом. Затем разогретое масло под давлением поступает к электрогенераторам. Строительство солнечных электростанций в жарких районах Земли позволит добывать огромное количество энергии. Но чем больше будет расстояние, на которое передается электроэнергия, тем больше энергии будет теряться. Попытки решить эту проблему продолжаются. Из цилиндра, отлитого из чистого серебра, изготавливают кабель. На первый взгляд, процесс ничем не примечательный, но на самом деле это передовая технология. Керамический сердечник внутри кабеля позволяет передавать по нему электроэнергию фактически без потерь. Новый тип кабеля имеет необыкновенную, почти двойную сверхпроводимость. Говорит Ларри Мазур, специалист по сверхпроводникам. Сверхпроводник передает ток при нулевом сопротивлении и с нулевыми потерями. Поэтому передавать ток из пункта А в пункт Б лучше всего через сверхпроводник. Причина, по которой Вестингаус предложил использовать переменный ток, заключалась в том, что при передаче постоянного тока по медным проводам из пункта А в пункт Б происходила значительная потеря энергии. Поэтому Вестингаус предложил переменный ток, чтобы снизить потери. Ясно, что мир сегодня был бы совершенно иным, если бы во времена Эдисона и Вестингауса существовали сверхпроводники. В наши дни технологии создания сверхпроводников еще только развиваются, но у компании имеются грандиозные замыслы. Ведется работа по созданию принципиально новых энергосистем и конструированию более легких и эффективных электродвигателей. Планы компании базируются на идеях Николы Теслы. Конец второй части. Секретная миссия. Электрическая война. Часть третья. В конце 80-х годов 19-го века наблюдался самый разгар электрической войны. Тесла, Эдисон и Вестингаус мечтали совершить переворот в электрической промышленности. Слава и деньги только усиливали желание достичь цели во что бы то ни стало. 16 мая 1888 года Тесла прочитал лекцию, принесшую ему мировую известность. Тесла продемонстрировал инженерам новый электродвигатель, работавший от переменного тока. Устройство работало с минимальным трением механических частей. Тесла нашел способ проворачивать вал двигателя с помощью магнитных полей. Гениальное изобретение увеличивало срок службы двигателя. Вестингаус, присутствовавший на лекции, находился под впечатлением от увиденного. Для реализации грандиозных планов ему не хватало именно такого двигателя. Вестингаус умел мыслить масштабно. С таким союзником, как Никола Тесла, он мог бы снабжать электроэнергией не только дома, но и огромные заводы. Вестингаус сделал Тесле выгодное предложение. 60 тысяч долларов за патент плюс 5 долларов за одну лошадиную силу каждого проданного двигателя конструкции Теслы. Тесла немедленно приступил к работе на заводе Вестингауса в Питтсбурге и начал создавать двигатель новой конструкции. Новая система была намного эффективнее эдисоновского оборудования постоянного тока. Как же получилось, что великий Эдисон не сумел предвидеть явного преимущества новой схемы? Давний спор между Эдисоном и Вестингаусом не затихал. Вестингаус решил первым сделать шаг к примирению. Он предложил объединить две электрические компании. Вместо того, чтобы тратить силы на борьбу друг с другом, они могли бы вместе сосредоточиться на создании и совершенствовании идеальной электрической системы. Но Томас Эдисон никак не отреагировал на предложение. К тому времени он построил лабораторию Вест-Оранжи, штат Нью-Джерси. Она стала крупнейшим исследовательским центром в мире. Наивные мечты о монополии рухнули, и Эдисону пришлось бороться за место на рынке электричества с могучим соперником, сумевшим разработать лучшую технологию. Инженеры убеждали Эдисона в преимуществах переменного тока, но изобретатель слушал только самого себя. Ведь он уже потратил столько денег о труда на исследование, что гордость не позволяла ему отступить. К тому же, он все еще оставался великим Эдисоном, изобретателем века. Осуществляя руководство из своего офиса, Эдисон развернул небывалую даже для Америки того времени пропагандистскую кампанию. Он распространял памфлеты, в которых доказывал смертельную опасность и спиренного тока для всего живого. Эдисон хотел посеять в обществе страх и недоверие к продукции конкурента. Свою изобретательскую деятельность Эдисон рассматривал как противостояние всем и вся. Борьба, наличие врагов, а таковых он всегда видел в других изобретателях, мобилизовывали его, заставляли Эдисона проявлять недюжинный талант. Он не мог жить без трудностей, препятствий, без гонки, без чувства соперничества. Всю свою жизнь он считал других изобретателей конкурентами. Порою дух соперничества заводил Эдисона слишком далеко. В январе 1903 года в развлекательном парке на Коне-Айленд взбесился слон по кличке Топси. Слон покалечил множество посетителей и убил троих служителей парка. Администрация обратилась за помощью к Эдисону. Изобретатель решил извлечь из трагедии выгоду. Он посоветовал затащить слона на металлические пластины, соединенные с генератором переменного тока, который был произведен на заводе Вестингауза. Животное убили мощным электрическим разрядом. Вестингауз пришел в ярость. Он написал в Нью-Йорк Таймс «Гневное письмо, протестую против жестокости, проявленной Эдисоном и его подручными». Негодовал и Тесла. Жестокость и подлость были абсолютно чуждые Николе Тесле, потому что он воспитывался в семье сербского православного священника. Мравственность, терпимое отношение к ближнему и определенная духовная культура Теслы резко контрастировали с тем, с чем он столкнулся в Америке. Тесла оказался не готов к конкуренции с применением сомнительных средств. Не был он готов и к финансовым манипуляциям, которые его увлекли против собственной воли. Он готовился к тому, что обществу понадобятся его изобретательские таланты и собирался поделиться ими с людьми. Тесла отреагировал на конфликт неожиданным для всех образом. Чтобы убедить людей в безопасности своих изобретений, он поставил на себе захватывающий опыт. Тесла пропустил через себя электрический ток и зажег лампочки, используя вместо проводов свое тело и руки. Ученому пришлось на время изобразить из себя волшебника, только чтобы жители Нью-Йорка поверили в безопасность переменного тока. Вскоре Эдисон получил запрос от представителей городской администрации Нью-Йорка. Рекомендации Эдисона по уменьшивлению слона на коне Айленд породили в беспокойной голове чиновника неожиданную мысль. Как известно, казнь через повешение устарела и позорит современное гражданское общество. А что, если заменить веревку электричеством? Эдисон ответил, что электричество можно применить для безболезненной казни, но для этой цели необходимо использовать только переменный ток. Эдисон заявил, что, по его мнению, лучшим источником тока для казни является электрогенератор Вестингауза. В мае 1889 года Уильям Кемблер был обвинен в убийстве. Кемблер стал первым преступником, которому назначили наказание в виде лишения жизни на электрическом стуле. Эдисон предложил назвать такую казнь электроэкзекуцией или электрокуцией, а затем пошутил. Вместо слова «казнить» будут говорить «отвестингаузить». Узнав об этом, Вестингауз немедленно нанял адвоката и обратился к прокурору. Он собирался доказать, что бесчеловечно убивать током даже преступника. Вестингауз предпринимал все, чтобы казнь не состоялась. Он боялся, что электрокуция принесет переменному току репутацию смертельного врага и разрушит его бизнес. Через 14 месяцев слушания по делу прекратились. Суд постановил казнить Кемблера, пропустив через него ток в 1000 вольт. В день казни Кемблер казался единственным человеком в камере, сохранявшим спокойствие. Он даже попросил охрану правильно присоединить к нему провода. Один электрод закрепили на голове Кемблера, другой на ноге, чтобы ток прошел по телу. Казнь состоялась. Тело Кемблера билось в агонии. Наконец, врачи приказали отключить электричество. Осмотрев Кемблера, они с ужасом поняли, что тот еще жив. Врачи не знали, что делать. Наконец, они решили пропустить через приговоренного ток большего напряжения. На этот раз генератор выдал 2000 вольт, и все кончилось. Жуткий спектакль во много раз хуже, чем повешение, вынесла вердикт одна из нью-йоркских газет. Джордж Вестингаус был потрясен. Лучше бы они казнили его топором, горько прокомментировал он. Война с Эдисоном затягивалась, и прекращать ее никто не собирался. Тем временем, Томас Алва Эдисон посещал всемирные выставки и ярмарки, встречая везде радушный прием и триумфальное чествование. Во всей Европе люди только и говорили об Эдисоне, чудо-лампочках и волшебном электрическом свете. В Париже лампочки Эдисона залили ярким светом одной из центральных улиц. В Америке его ожидал грандиозный проект. Наступил 1893 год, 400-й годовщина открытия Колумбом Нового Света. На Всемирной выставке в Чикаго планировали зажечь море огней, знаменуя торжественные события. Эдисон создал машину, производившую лампочки почти автоматически. Важное изобретение, если учесть, что он нуждался в огромном количестве лампочек для праздничной иллюминации. Эдисон направил заявку на получение заказа, пребывая в полной уверенности, что организаторы выставки выберут его компанию в качестве поставщика электрооборудования. Но Джордж Вестингаус взялся выполнить аналогичную работу на 500 тысяч долларов дешевле и получил заказ. Вестингаус не проконсультировался с банком, когда направлял заявку. Он и так задолжал Тесле 15 миллионов долларов, причитавшихся тому в соответствии с лицензионным соглашением. Вестингаус оказался на грани банкротства. Удрученный Вестингаус приехал к Тесле и рассказал о создавшем соположении. Для участия в Чикагской выставке необходимы были все деньги, оставшиеся в данный момент у Вестингауса. Для Теслы идеалы оказались важнее денег. Джордж Вестингаус доверял ему и всегда оказывал помощь. Тесла порвал соглашение. Это означало, что у них оставалось всего несколько месяцев для подготовки к всемирной выставке. Но Эдисон не собирался сдаваться просто так и отказался дать разрешение на использование лампочек, созданных по его технологии. У Вестингауса оставалось всего пять месяцев, чтобы произвести 250 тысяч лампочек по собственной технологии. Рабочие Вестингауса трудились, не покладая рук, и выполнили сложнейшую задачу. Тысячи посетителей пришли на открытие всемирной выставки. За время работы ее посетило почти 30 миллионов человек, и все они восхищались гигантским морем огней, созданным Вестингаусом и Теслой. Выставка ознаменовала победу систем переменного тока и стала триумфом Джорджа Вестингауса. Комиссия по строительству Ниагарской ГЭС, принимавшая заявки на создание оборудования для выработки электроэнергии, пришла к выводу о целесообразности использования переменного тока. Вестингаус получил контракт на сооружение Ниагарской ГЭС. За пару лет до этого, в 1891 году, Тесла и Вестингаус узнали о грандиозном европейском проекте. немец Оскар фон Миллер поставил эксперимент, привлекший всеобщее внимание. Миллер получил электричество с помощью динамомашины, установленной в небольшой реке Некке. Затем Миллер пропустил ток через трансформатор, повысив напряжение с 55 до 15 тысяч вольт и отправил его по проводам. Он первым использовал навесной электрический провод и отправил по нему электрическую энергию во Франкфурт, находившуюся в 175 километрах от лаборатории. Во Франкфурте электричество включило тысячу лампочек и фонтан. Сенсация мгновенно долетела до Соединенных Штатов. Международная электротехническая выставка. Эксперимент в Германии наглядно продемонстрировал возможность передавать переменный ток на большие расстояния. Идеями Миллера воспользовалась компания Вестингаус Электрик, планировавшая строительство Ниагарской ГЭС. Никола Тесла сконструировал для будущей электростанции мощнейшие генераторы и ресонансные трансформаторы. Электрификация Ниагарского проекта с использованием схемы переменного тока оказалась в тот период вероятно наиболее значительной технологией мирового масштаба. С того момента, как государственный заказчик выбрал систему переменного тока приблизительно в 1993 году и до начала фактического производства в 1896 году прошло несколько лет, газеты наперебой твердили о необыкновенном оборудовании. Тесла стяжал мировую славу, которой удостоились в то время всего несколько человек. запуск Ниагарской ГЭС состоялся 15 ноября 1896 года. Событие ознаменовало появление технологии, которой человечество могло когда-то только мечтать. Никола Тесла и Джордж Вестингаус превратили мечты в реальность. Они одержали победу в электрической войне. Потоки воды раскручивали турбины, установленные на 50-метровой глубине. Десять турбин общей мощностью в 50 тысяч лошадиных сил вращали волы генераторов переменного тока. Выработанный ток поступал в трансформаторы, повышавшие напряжение до 22 тысяч вольт. Затем энергия передавалась в город Баффало, расположенный в 36 километрах от Ниагары. Местная подстанция понижала напряжение до необходимой величины и направляла ток конечным потребителям, предприятиям, в дома и магазины. Многолетняя электрическая война наконец завершилась введением в строй Ниагарской ГЭС. До сих пор Ниагарский водопад продолжает снабжать электроэнергией половину территории США, но в планах по выработке энергии фигурируют уже более удаленные источники. Кретная миссия электрическая война часть 4. Электрическая война завершилась в конце 19 века, но конкуренция в области установления контроля за источниками энергии продолжается. Природные запасы энергии на Земле ограничены, поэтому изобретатели и ученые ищут способы использовать энергию Солнца. В немецком институте плазменной физики имени Макса Планка вот уже 40 лет проводится исследование ядерного синтеза. Тысяча человек работают над созданием электростанции, действующей на основе магнитного термоядерного синтеза. Цель заключается в получении энергии, выделяемой при синтезе ядра так, как это происходит в Солнечном ядре. Но пока все находится на стадии эксперимента. Использование энергии термоядерного синтеза не связано с проблемой захоронения отходов, так как в результате синтеза образуются не радиоактивные изотопы, а инертный гелий. Если ученые сумеют найти способ управлять термоядерным синтезом, то у человечества появится возможность вырабатывать огромное количество электроэнергии. Пока что ядерный синтез всего лишь теория. Исследователям удалось получить плазму, просуществовавшую в течение нескольких секунд. Но надо еще найти способ пропустить через плазму ток силой 20 миллионов ампер. Ток создаст температуру около 100 миллионов градусов по Цельсию, необходимую для синтеза. Нагревание плазмы происходит при помощи технологии, похожей на ту, которую используют микроволновые печи. Для получения самой плазмы необходимо ионизировать дейтерий-тритеевую смесь. Поскольку никакие стенки не в состоянии выдержать температуру ядерного синтеза, то смесь необходимо изолировать в центре камеры с помощью сильного магнитного поля, создаваемого тороидальной камерой и магнитной катушкой. После успеха Сниагарской ГЭС Тесла устремил свой взор в будущее. В начале 20 века Тесла сконструировал генераторы сверхвысокой частоты и устройства, создающие вращающееся магнитное поле. В своей Нью-Йоркской лаборатории Ворден-Клифф он начал исследования по беспроводной передаче электроэнергии на удаленные объекты, корабли, станки и так далее. Созданная система передач была далека от совершенства, но имела громадные перспективы. Победа Вестингауза в электрической войне принесла его компании всемирный успех. на Вестингауза работало 50 тысяч человек. К сожалению, предприниматель не сумел договориться с банкирами о поддержке новых проектов. В 1907 году американский фондовый рынок обрушился и банкиры перестали финансировать Вестингауза. Джордж Вестингауз оказался должен 80 миллионов долларов. В конце концов, он был вынужден расстаться с компанией. Дело всей жизни закончилось в одночасье. Эдисон, напротив, продолжал удивлять мир новыми изобретениями и все еще не мог забыть горечь поражения от сторонников переменного тока. В середине 20-х годов прошлого века Эдисон отмечал 50-летие создания лампочки накаливания. Люди по-прежнему ассоциировали любое электрическое оборудование и даже переменный ток с именем Эдисона. Сам же Эдисон оставался ярым противником переменного тока высокого напряжения, возможно, потому что все-таки признал преимущество этого вида электричества. Томас Эдисон остался в истории как человек, получивший более тысячи патентов за свои изобретения. Фонограф, фотоаппарат, пластинка, лампочка. Имя Эдисона прочно и навсегда связана с этими изобретениями. Однажды он признался сыну, самая большая ошибка, которую я совершил в своей жизни, заключалась в том, что я не переключил внимание на переменный ток. Томас Алва Эдисон скончался 18 октября 1931 года. Когда он умер, электрическое освещение по всей Америке было выключено на одну минуту. Эдисона навсегда запомнят как отца электрической энергии. Эдисон Эдисон Прос Berry Эдисон 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 Продолжение следует...